здравствуйте меня зовут галина я делаю украшение ручной работы и это мое первое видео я живу в канаде обычно я снимала видео на английском языке но решила попробовать на русском так конечно мне легче но иногда конечно я буду не специально использовать английские термины если что-то непонятно пожалуйста пишите в комментариях я буду стараться и я бы хотела показать сегодня сделать как сделать браслет вот у меня заказано браслет вот такой из жемчуга монеток чтобы подошли к таким же вот сережкам такие же сережки в сережки я еще буду вклеивать вот сюда вот такие красивые мне сказали пупочки вот хотя иногда я это не делаю если если отверстие в кривую например прямоугольный жемчуг если я смотрю что сверху красиво просверлено а снизу совсем не посередине то я не клею потому что будет слишком некрасиво хотя жемчужина сама по себе красивая то все зависит от ситуации вот здесь вот я сделаю она будет более завершенный вариант не эти сережки очень нравится но когда они приходят их очень часто нужно регулировать потому что должен должен быть щелчок дайте хорошо это я уже отрегулировала бывает часто такие что либо вообще не закрываются либо нету щелчка поэтому приходится я беру плоскогубцы с резиновой насадкой и немножко подгибая или внизу или вверх зависимости ситуации как определить это можно просто взять сережку которая хорошо щелкает и щелчок посмотреть как на расположена в ней дуга вот это которая в ушко вставляется и просто постараться приравнять и чаще всего этого достаточно чтобы выпрямить сережку и она чтобы она защелкивалась не очень нравится так значит я буду пользоваться тросиком это 0 38 миллиметра потом мне нужно вот такой защелка вот такой защелка на браслет класс потом я гематид использую проставочную вот такой вот он больше как ган металл как металл темный значит буду пробовать с кримперами я пользуюсь вообще кримпером и я стараюсь покупать сейчас фурнитуру которая не темнеет в основном и я хотела решила ну если надо на браслета вот на такой как этот не люблю проставочные потому что если делаю вот этот гематид он очень мелкий и некрасиво смотрится огромная проставочная бусина в конце я просто делаю крем этой бисером бусиной кримпером и она прекрасно смотрится я просто аккуратно делаю кримпером и все смотрится очень красиво гармонично выглядит как будто бы точно такая же поставочка только чуть-чуть шире или даже выглядит как вот бисер если вы делаете проставочный к сожалению вот этот если кого-то интересует я могу ссылки написать но вот это нельзя покупать это магазине где продается оптом у них и цепи и все но вот это было сплошным разочарованием может быть очень часто он вообще просто гнется и ломается потому что кримпер я могу показать как я кримпером пользуюсь и он очень красиво делает просто даже между бусинами между жемчугом и я не закрывала зависимости от конечного изделия но вот когда я беру вот вот это вот и делаю вот это вот у меня уже сделано и она видите кривая абсолютно то есть ее перекашивает когда я делаю первый раз я ставлю в вот этот паз который ближе к внутри я оставлю бусина ровно в паз нажимаю так вот самый первый пол этот предупреждение так сказать нормально когда климпер это уже должно стоять на месте не двигаться но когда я использую вот этот вот вот эти бусины климпер на и они просто вот смотрите она просто двигается потом когда я делаю второй раз второй раз нужно делать во второй паз и по сути она должна превратиться такой плоская с двух сторон спрессованной если металл хороший это вот видите превращается какое-то страшное и разные стороны если пытаешься нормальные металла и она при том что она не очень она как-то такое ощущение как будто бы шаткая внутри и когда ты второй раз пытаешься делать очень часто это все просто многие у меня просто разваливались то есть очень мягкий металл и конечно это разочарование вот потому что я хотела чтобы было не темнеющие на всякий случай конечно вот между бусинами значит еще у меня есть и я купила из стали хотя заказывал самые маленькие они внутри у них внутренний диаметр очень какой-то широкий вот даже сестра нести на два раза шире сейчас я попробую пользоваться значит этот замок очень даже жесткий с этой стороны значит очень часто я ломаю себе ногти вот этими значит как работает здесь внутри находится такая перемычка и через нее нужно протянуть тросик сначала изнутри наружу и стараться с одной стороны держаться и потом повернуть вниз и обязательно смотрите чтобы вы прошли с другой стороны да видите она должна пройти это чтобы она нечаянно не пошло в сторону и вы не прошли в ту же самую дырку то получается она просто вывалится так когда я делала первый раз браслет вот такой браслет возникла проблема то что круглая мне не нравится когда я видела когда делают просто бусину представляют но мне не нравится потому что здесь видно она туда-сюда это мне не нравится так я нашла выход это я вот беру вот этот гематит который покрашен как серебро пока я вот у меня был браслет он лежал потому забрали вообще не потемнел то есть пока у меня нареканий нету да он немножко отличается от самого и он на поэшли не это у меня был гематит на где-то 6 миллиметров наверно диск шириной и он идеально становится прекрасно под вот этот вот застежку на 5 застежки разные бывают вот под вот эту мою он у меня идеально становится я его подтягиваю потом я беру свою бусину сейчас я попробую сделать вот этой если не пройдет то буду брать простые просто кримпы обыкновенные не извините я забыла что я сначала ставлю жемчуг потому что некрасиво смотрится после вот этого вот сразу торчит и она когда человек носит она загибается и мне не нравится и я постараюсь вот здесь бачок я постараюсь его одеть ту сторону которая к той широкой бусине вот я поставлю ссылку на жемчуг к сожалению жемчугом это всегда такое один раз получишь она такого качества второй раз получишь из того же магазина другого качества первый раз когда это магазина заказала он был такой очень красивый с наплывами очень много было кремового фиолетового такого перламутра потом я заказала две нитки пришли более плоские вот такие вот и приходится выбирать очень сильно вот так сейчас попробую сделать вот это и стали но это было тоже не всегда удачно один раз получалось другой раз не получалось поэтому пока я поиски скорее всего я просто закажу из смеси металлов простые кремпы не дорогие которые может быть металл будет намного более плотный ну вот этот вот кстати ничего но по-моему мне такое ощущение что сейчас развалится то есть если я сейчас попытаюсь подтянуть и опять 2 я не хочу ставить потому что но тогда будет очень сильно видно наверное здесь придется поставить приставочную бусину потому что очень некрасивая получилось не ровно и потому что она широкая соответственно когда я кремпером пользовалась она некрасиво стало в второй пазик и и перекосило но она получается я попробую еще раз кремпером но опять в наружную вот эти две дырочки обычно делается как потому что здесь широкая падина потом здесь как как двойная идет с выпуклостью к соответственно когда вы нажимаете бусина получается в середине пережимается потом вы ставите в середине в начальную которая ближе к краю и ваша бусина зажимается ну это сидит крепко еще можно для прочности можно сделать к ним еще раз вот но практически она вот такая вот я еще буду думать буду ли оставить но обрезать я буду здесь потому что в любом случае я еще сделаю поношу посмотрю как она чтобы она не перекрашивала если что переделаю потому что ну чтобы человеку было удобно носить размеры я так как меня попросили один уже точно такой же взяли и попросили еще точно такой же размер на 8 на 8 жемчужин поэтому я делаю именно определенного размера на ужин на 8 жемчужин но очень хорошо доска для браслетов единственное что немножко сложновато с вот этим мерить его потому что они немножко крутятся вот и надо держать когда у вас доска для браслетов по размеру вот но к сожалению если русскоговорящий то они в сантиметрах мерят если англоговорящих они в инчах и у меня доска сделано до написаны размеры но они все равно не точные для инчей на потому что невозможно вот это четверть инча вымереть абсолютно точно вот и поэтому не все размеры как бы с моей точки зрения прямо же так вот красиво совпадают как и неудобно я все равно предпочитаю на сантиметры потому что в инчах будет недостаточно точно вот я смотрю что мне не нравится вот эта жемчужина она но очень плоская если бы браслет был не четный то было бы хорошо и так как перед ней идет вот это более мельче она слишком некрасиво смотрится поэтому я и сейчас переставлю местами так сейчас попробую и обычно посередине ставится чуть крупнее жемчужины и в ней вы даже вот блеск перламутр не такой оттенок как 6 сторону камеры смотрю не очень удобно не перламутр не такой как вот будет ли сильно заметно хотя вот с моей точки зрения жемчуг он как бы это не самого высшего качества как как это называется как украшение из совсем очень натуральных камней вот есть качество когда фурне извиняюсь забыла называется когда они премиум качество да это также джемчуг соответственно это жемчуг не премиум качество и в нем конечно не может не быть изъянов вот и жемчугом всегда это лотерея вот но есть конечно поставщики которых почти всегда идет джемчуг ну вот очень хорошие и ты знаешь что он такой будет примерно так теперь у меня стальная мне бусина нужно сейчас я к вам вернусь найду будет так я нашла одну которую я открою вкладывала и все равно не могу найти все как обычно теряется прямо вот было недавно рядом и исчезла значит перед последний жемчуг опять что если вы хотите более прочно вот видите здесь вот очень маленькое расстояние конечно но я все равно не довольно качеством вот этого вот даже этой металли стальной написано было потому что ну как-то на криво становится некрасиво так вообще на сливается с вот этим вот проставочными с проставочным гематитом и она смотрится очень красиво вот сейчас вот самое сложное вот в браслетах таких это главное потом когда назад идешь сделать чтобы он не был вот такой ведь если плотно держит он совсем некрасиво надо чтобы чуть-чуть было расстояние и поэтому как бы надо стараться аккуратно назад пройти через вот эту штучку и вот я стараюсь положить чтобы она была точно так же как вот это так потому что состегиваются когда они они должны смотреть вот так красиво цирконами вот так вот вверх и чтобы это все красиво смотрелось на руке поэтому я стараюсь положить аккуратно в принципе можно вот это колечко снять опять и сейчас буду пробовать очень сложно я попытаюсь вот этими вот но часто приходится брать просто на простой загнутый и аккуратно держать чтобы не повредить не поцарапать так пальцами очень часто тяжело открыть но потом они разрабатываются и хорошо работает у меня спросили бояться что она упадет но вот щелчок и конечно но тугое но вот если несколько раз аккуратно перед тем как отдать клиенту сделать то она уже вот легко начинает открываться но щелчок все равно хороший вот я уже пальцем могу открыть рукой значит и опять перед тем как зажимать конечно нужно проверить чтобы оно шло ровно вот вот так вот проходит в одну и выходит из другой это достаточно легкий потому что есть более сложной конструкции у меня есть я еще ими не пользовалась который разного вида проходить в одно в другое и я конечно еще этим не пользовалась потому что я не раб это не моя основная работа и это как бы мое хобби и делаю по мере как у меня есть свободное время то есть я не делаю это с утра до вечера каждый день так надо чтобы тросик шел ровно и застежка не перекручивалась если что можно вытащить когда зажимаю с другой стороны надо чтобы вот здесь вот очень плотно шло единственное что здесь не устраивает то что жемчужина отверстие немножко не то что в бок она как бы неравномерно прямо посредине и я не уверена что вот этот вот у застежка не будет косить можно проверить посмотреть застегнуть это можно укоротить таким образом этот браслет и не не ставить колечко разъемное это если кому-то нужен меньше размером но моим клиентам им нравится даже чтобы она немножко вперед свисала на руке и и понравилось колечко мне само колечко очень нравится так вот я так застегиваю смотрю вот и она тросик плотный поэтому я не вижу проблему пересереться он не может вот я вижу что здесь даже место достаточно и я могу зажимать но опять если плохие вот эти вот кремп и может так получиться что да вот у меня сломалась она вот в чем проблема вот она сломалась сразу и мне придется все вытаскивать и заново оставить вот что плохо сейчас я отключусь и потом вернусь потому что мне неудобно делать чтобы в камеру вот я вернулась мне пришлось переделать все полностью и поставить я поставила кримпу из простого это на очень красиво аккуратно лежит если вот даже так у нас вообще совершенно незаметно еще я сделала что я взяла там где больше углубление она еще немножко туда даже заходит и смотрится очень аккуратно не уделяется если я поставлю вот эти обжимные бусины они мне не нравится как они если конечно что-то меня бросит то я делаю вот я просто когда вытаскивала я потянула сильно и этот тросик надо аккуратно он заворачивается в такую пружинку конечно надо отрезать и выбросить заново сделать значит когда в конце делаешь для того чтобы не переломился потому что если тросик сильно переломится и вам нужно будет отрегулировать длину это можно быть заметно на бусине так жемчуг плоский широкие здесь не будет заметно потому что она может внутри быть а если допустим у вас мелкие камни то этот пережим может оказаться между камнями у вас будет браслет или ожерелье ломаться как бы сломано как будто бы и будет криво поэтому вот когда с таким работаете застежкой такой нужно обязательно вот здесь вот придерживать чтобы не образовалось большого перелом не переломалась сильно и я беру вот такие забыла как они называются плоскогубцы но загнутые с тонким носиком и держу как можно ближе к внутри так но вот если вот нам же надо расстояние чуть оставлять поэтому можно чуть чуть не совсем близко потому что когда вы зажмете воде сестре место расстояние останется но можно чуть-чуть подтянуть вот с моей точки зрения это широковато вот и вот чуть-чуть подтянула и опять же так как здесь бусина жемчуг широкие то есть и даже чуть заломилась там внутри это она не видно и она сама отрегулируется за счет жесткости застежки вот надо удостовериться что вот эти лежат аккуратно и когда вы зажимаете бусину чтобы вот эта часть была очень плотно к самому жемчугу камню что угодно и это расстояние чуть-чуть вот здесь вот буквально на 2 миллиметра перешло на середину они здесь потому что когда застегивается браслетом здесь торчит провод тросик это некрасиво вот я беру кримпер и опять ставлю в середину на в конце на то что внутренние части кримпера ставлю тихонько нажимаю вот она очень красиво смотрится это у меня простые очень вообще маленькие такие из смеси сплав а потом я ставлю но навсегда аккуратно чтобы не повредить жемчуг потом я ставлю в топ пазик которые ближе к наружи и нажимаю вот и получается о извините и получается очень красиво аккуратно и это самое маленькое и вообще можно пробовать еще за сделать кремпер внутри этого но это очень сложно у меня нету совсем маленького тоненько надо покупать еще не купила куплю покажу ревью ой покажу где понравилось не понравилось и откусывать надо вот здесь вот можно сделать еще раз и здесь еще один крим поставить но еще никогда не рвалась и все откусываете здесь она свободная так и здесь она вот застегивается аккуратно красивая я все материалы которые я использовала поставлю ссылки внизу если вам понравилось видео и хотите поддержать канал пожалуйста жмите лайк подписывайтесь у меня будет еще материалов я много покупаю камней жемчуга буду ставить обзоры на материалы в каких магазинах вот вот такой красив спасибо большое хорошего дня